Добрый день дорогие друзья! Вот этот обзор я решил записать по такой теме. Почему многие молодые люди в возрасте уезжают из Алтайского края. Начнем со статистики, которая конечно неумолимо и каждый кто умеет анализировать в области аналитики может сказать следующее. Алтайский край занимает предпоследнее место или предпредпоследнее место из 89 субъектов федерации предпоследнее или предпредпоследнее место по уровню жизни по уровню доходов и по многим другим показателям. Молодые люди в возрасте 25-30-35 лет не все имеют конечно квартиры собственности их снимают, но заработная плата в Алтайском крае скажем так мягко невысокая и уезжают другие регионы. Особенно это касается Москвы, Питера, Краснодарского края и даже некоторые уезжают на север. Объясняется это тем, что там выше заработная плата, а в среднем если взять аренда квартир плюс-минус чуть больше может быть, но плюс-минус такая же как и здесь. Ну а так как разница между 25-30 тысяч и где-то в регионах Крайнего Севера 80-90 тысяч, или в той же Москве, Питере. И еще многие уезжают в такую Белгородскую область, которая занимает третье место в России по уровню накопления капитала, по уровню доходов, по уровню жизни, по экологическим вопросам. Уезжают в эти регионы. Причем экономически активное население от 25 до 40 лет, самое экономически активное население подвержено этим переезду. То есть происходит отток людей. Давайте возьмем с того, что если человек снимает квартиру или берет ее в ипотеку, молодой человек, то ему надо ее выплачивать. Ну так как, конечно, молодому человеку надо жить хорошо, этому человеку приходится искать вторую работу. А если у этого человека еще ребенок и жена в декрете, то сами понимаете, как это происходит. Если взять другие аспекты, допустим, те же экологические вопросы. Ну город, по моему соцопросу, занимает из пяти баллов третье место, три балла с натяжкой. Три балла с натяжкой. Да, воздух чистый, город зеленый, город самобытный, красивый. Но экологически не блещет. Особенно это касается тех мест, где стоят гаражи или какие-то техсвалки, или еще что-то. Да и так по городу валяются и банки, и бутылки, и чего только нет. В других регионах, вот я был, допустим, в Сибирске, Кемерово, других регионах, там с этим делом налажено, конечно. Дворники метут, все убирается и относительно чисто. А если у этого человека есть автомобиль, в Балтайском крае, конечно, дороги сделали, они намного лучше, чем были раньше.